Смысл вообще всей нашей христианской жизни, почему мы приходим сюда, почему мы общаемся, почему мы проводим всевозможные служения, да, всякие-всякие служения, смысл этого один. Почему евангелизация? Для познания Бога. И послушайте, познание Бога – это не просто что-то религиозное, какое-то вот знать Бога, да? Это настоящая духовная реальность, которая необходима. Помните, в послании к евреям много говорится про веру. Приходящий к Богу написано, должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот, понимаете, в нашей жизни есть словно разные этапы. И до определенного момента этап может помогать тебе, он как бы формирует тебя, он развивает тебя. Но дальше, если ты не идешь, не развиваешься, то та же самая вещь, что когда-то тебя развивала, будет тебя уже тормозить. Вот точно так же, дорогие, когда мы приходим к Богу, вначале мы мало что знаем, мы мало что понимаем, и нам необходима очень часто вера. Мы не знаем, но мы доверяем. Мы не знаем, но мы как-то полагаемся. Доверяем, но вера – это лишь наш начальный этап, потому что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть. С веры все начинается, и ищущим Его воздает. То есть без веры невозможно искать Бога. Как искать, если ты не веришь в Него? Необходима вера, как некий базис. Но если, дорогие, человек на этом этапе веры останавливается, и личное познание Бога у него не происходит, тогда вера, которая когда-то была благословением, превращается уже в проклятие. Сколько зла было совершено людьми верующими. Потому что из верующих легко сделать фанатиков. Не случайно святой Силуан, у него и знаменитые слова – «Я не верю в Бога, я знаю Бога». Мы приходим к Богу, мы должны веровать в Него. Но постепенно вера должна переходить в познание, когда ты переживаешь Его. Это как общение с человеком. Вначале ты плохо знаешь Его, ты что-то видишь внешне, и все. Но через общение с Ним ты начинаешь Его узнавать. И если ты знаешь человека, что бы тебе про него не говорили, у тебя есть личный опыт. И ты чувствуешь, это правда, а это неправда. Но если у тебя нет личного опыта, то что бы тебе не говорили, а может быть, а всякое бывает. Личного опыта общения нет, и тебе можно навешать любую лапшу на уши, вот, дорогие, точно так же и с верой. Когда у людей не происходит личное опознание, личное переживание Бога, ими часто манипулируют, манипулируют их верой. Так возникали крестовые походы, так возникали инквизиции, так возникали многие позорные страницы в истории христианства, потому что у них не было вот этого личного опознания. Вера была, вот эта слепая вера. Ну, я верю, что Он есть. А дальше тебе говорят, вот Он то-то и то-то хочет, то-то и то-то надо. Давай, иди, бери меч и убивай там всех неверных. Понял? Вот этого Бог от тебя хочет. Пошел. И жили. И убивали. Почему? Да Бога-то никакого не знали. Они в Него просто верили. А вера, если она не превращается в познание, становится одной из самых опасных вещей на земле. Вера в Бога, без познания Бога, очень опасна. Мы видим сегодня, какое количество людей там взрывают себя, всевозможные шахиды делают это из-за чего? Из-за веры в Бога. Они верят в Бога. Поэтому так и поступают. Это, конечно, я понимаю крайность, некая крайность. Но в нашей жизни действительно мы должны познавать Его. Когда ты познаешь Его, тогда ты сразу начинаешь отличать истину, от фальши. Если ты знаешь человека, тебе уже понятно, что про него наговаривают, а что на самом деле есть. Точно так же и в нашем христианстве. Когда ты познаешь Бога, ты начинаешь многие вещи видеть. Когда ты Его не знаешь, а просто веришь, тебя часто убеждают. Сегодня там ты в одной церкви, завтра в другой церкви, посезавтра в третьей церкви, потом в четвертой церкви. Кто более убедительный, кто сильнее руками машет, у кого более уверенный тон голоса, таким и доверяют. За таким и идут. Ну как же? Наверное, он знает, о чем говорит, если он так уверенно это делает. Вот и происходит безумие, которое люди совершают во имя своих религиозных каких-то воззрений. Поэтому, дорогие, нам необходимо реальное познание, как Иисус говорит, да знаю тебя, истинного Бога. Для этого и была церковь, собрание людей, стремящихся познавать Его. Смотрите, дальше Иисус молится. Шестой стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все Мое Твое. И Твое Мое. И я прославился в них. И я уже не в мире, но они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. А не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Смотрите, что дальше говорит Иисус? С одной стороны, нам кажется, познание Бога даст мне так все. Я смогу достичь то, что без Бога достичь не мог. Теперь я буду знать Его. Иисус показывает, познание Бога делает тебя и твою жизнь чуждой для этого мира. ты становишься как бы в этом мире, но не от этого мира. Обычно, когда людей приглашают в церковь, им говорят, приходите в церковь, станете христианами, Бог вас будет благословлять. Во всех этих сферах. И пишут, здоровый будешь, семья у вас наладится, там дела пойдут в гору, там и прочее, прочее, прочее. Собрания у нас такие, хорошие прославления, песни такие, все так классно, все так здорово. Но самое главное, что происходит, когда мы познаем Бога, мы становимся словно в этом мире чужими. В этом мире не от этого мира.